К нашему эфиру присоединяется Юрий Боровских, глава Берлинского отделения правозащитной организации «Русь-Сидящая». Приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. Юрий, вот наверняка вы уже высказывались по поводу операции вооруженных сил Украины в Курской области. Сейчас у нас, так сказать, новая тема. Мы говорим о срочниках. И, ну вот, как мы сейчас видели в сюжете, который предварял нашу с вами беседу, они более говорливые, чем участники, так сказать, боевых действий, те, кто на фронте. Они чувствуют себя более расслабленно, они откровенно говорят о том, как их бросили и так далее. Как их обещали не посылать на фронт, как командование уезжало на БТРе с позиций, сказали, помощь будет, но на самом деле помощь пришла только со стороны вооруженных сил Украины. Ваше впечатление вот от этих интервью со срочниками, ну вот с вашей точки зрения, они отличаются от интервью с теми, кто вот именно на фронте в Украине попал в плен? Да, эти интервью отличаются, я с вами соглашусь, они более говорливые и более охотно рассказывают, более охотно жалуются на те условия, в которых проходили срочную службу. Я думаю, что это связано с отсутствием у них опыта и с непониманием, какие могут быть для них последствия этих интервью, тех слов, которые они говорят. Потому что те, кто идет либо по контракту, либо те, которых мобилизуют, либо те, кто идет воевать через вербовку из тюрем, конечно же, с ними проводится работа. Ну и, в общем-то, да, всем говорят, что ни в коем случае не нужно сдаваться в плен. А у срочников, насколько я это вижу, такой информации нет. Ну и опять же, у них просто в силу их возраста нет какого-то опыта и нет понимания, какие последствия могут быть, если они будут говорить те или иные вещи. 15 украинских защитников вернулись из российского плена. Все освобожденные – это военнослужащие-срочники, которые попали в неволю в первые месяцы полномасштабного российского вторжения. В 2022 году, я напомню, что домой вернулись военные моряки, 3 пограничника, а также 82 защитника Мариуполя. Шестеро нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции. У многих освобожденных проблемы со здоровьем из-за ранений и несоблюдения России норм международного гуманитарного права в плену, что, так сказать, идет в разрез с поведением Украины. А Украина отдала 115 российских срочников, о чем мы как раз и говорили, которые провели в плену всего две недели. Как пишет проект «Хочу жить», когда российской власти действительно нужно вернуть кого-то из плена, сделать это можно практически моментально. И тут вот я хотел как раз акцентировать на реакции Путина на первые дни вторжения, который отправился в Баку говорить о совершенно несущественных, судя из коммунике, вопросах с Фельхамом Алиевым. И сделал вид, что якобы ничего такого особого не происходит. Ну, Курская область, ну, выдавим. Ну, вот сделал такой вид. Но, когда дело зашло о срочниках, когда пошли обращения матерей, когда поднялась вот эта волна возмущения, что, мол, ты же обещал, что срочники не будут на фронте. Моментально произошел этот вот обмен срочников. Но вот, как отмечают «Хочу жить», можно же ведь, когда хотят. Как, с вашей точки зрения, я имею в виду вот реакцию Путина? Почему такой диссонанс вот в реакции? С одной стороны, делать вид, что ничего не происходит, а с другой стороны, так бояться этого общественного осуждения со стороны матерей срочников? Я считаю, что Путин здесь не хочет нагнетать обстановку, не хочет поднимать масло в огонь. И, в общем-то, по-тихому срочников вернуть, потому что действительно их довольно много, и реакция может быть сильная. Поэтому вот стараются их вернуть, чтобы как можно меньше шума вокруг этого было. Ну, Медведчук, в общем-то, он один, и Путину, конечно же, хотелось его обменять. А срочников их много, и если начнутся какие-то серьезные волнения, то на фоне, опять же, всех прочих других событий, это и, например, захват заложников в Волгоградской колонии, это и, в принципе, продвижение ВСУ по территории Курской области. Если на этом фоне еще начнутся бунты среди родственников этих срочников, либо среди самих срочников, то это лишь усугубит и без того плохую для Путина ситуацию. Как вы считаете, какова дальнейшая судьба этих ребят? Что с ними будет? Сейчас вот еще до захвата в плен российских срочников была информация, что те, кто эвакуировался, сбежал из Курской области, ну, понятное дело, по каким причинам, все-таки они срочники, войны не нюхали, а тут серьезные подразделения ВСУ наступают. Их Минобороны активно включилась в агитацию по подписанию контракта, что, мол, раз ты оставил свою позицию, грозит ответственность, а ответственности можно избежать, подписав контракт. Вот был ты срочником, стал контрактником. Как вы думаете, что этих ребят ждет? Будет ли давление со стороны силовых структур к подписанию контракта, ну, и других срочников? Сейчас сегодняшняя, кстати, информация о захвате новых пленных в Курской области. Вот как вы думаете, что с этими срочниками произойдет в ближайшем будущем? Это будет зависеть исключительно от командования, от силовых структур, от властей Российской Федерации. Конечно же, со всеми, кто вернулся из украинского плена, будут общаться. Наверное, это будут представители ФСБ. Ну, а дальше, в зависимости от того, как решит командование. То есть, не так давно поступила информация, что около 500 человек отказников, те, кто отказался идти на войну и содержался под Петербургом, их перебросили в Курскую область. Я вполне предполагаю, что с этими срочниками, которые сейчас вернулись, может произойти то же самое. То есть, те, кто добровольно будет готов подписать контракт и уйти на войну, они туда пойдут. А те, кто будет тем или иным способом отказываться, их, возможно, точно так же соберут где-то в одном месте и потом уже точно так же повезут в Курскую область либо куда-то на другие направления, но уже на более плохих условиях, чем те, которые будут у согласившихся добровольно подписать контракт и добровольно уехать. Что касается других срочников, конечно же, они тоже в группе риска, но до поры до времени. Ведь было довольно большое удивление, когда оказалось, что на границе находятся срочники, которых быть там не должно. Эта информация скрывалась, но как только появились доказательства, вот уже железно и точно мы видим вот эти люди, вот они находятся сейчас в плену, ну, тогда командованию пришлось сказать, что, ну, да, хорошо. То есть только под давлением непровержимых доказательств в России обычно признают подобные вещи. Можно ли здесь присовокупить к этому обмену еще и фактор кадыровцев? Ведь Путин вот буквально на днях метнулся в Грозный, там поцеловал Коран, ну и можно предположить, ну, по крайней мере, одна из матерей срочники говорила, что вот кадыровцев Путин бы охотнее обменял, да? Там есть определенное давление со стороны Рамзана Кадырова на Путина, а вот наши дети, мол, не нужны никому. Как вот вам видится вот этот фактор кадыровцев? Сначала Ахмат в кавычках разминулся с украинскими военными, которые наступали в Курской области, потом где-то бежал, где-то попал в плен, ну, одним словом, определенное количество кадыровцев все-таки в плену оказалось. Можно ли предположить, что этот обмен и в этом плане не последний фактор был наличия там кадыровцев в числе военнопленных со стороны? Я бы назвал это фактором кадырова, даже не сколько кадыровцев, а кадырова, которые, как вы совершенно правильно заметили, лоббируют их интересы, и для кадырова Путин готов делать довольно многие вещи. И, скорее всего, в этом случае здесь не обошлось и без него. Но, в общем, кадыровцы считаются в российской армии, в общем, такими бойцами хорошими и сильными, за которых Российская Федерация более охотно готова вписываться в отличие от тех же срочников. То есть здесь, конечно же, имеет значение вес тех или иных подразделений. Поэтому кадыровцы, видимо, помимо того, что за них вписывается сам кадыров, что, наверное, здесь является главным фактором, ну вот, они имеют больший вес, чем обычные срочники. Юрий, спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру, за ваши ответы и комментарии. Юрий Боровских, глава Берлинского отделения правозащитной организации «Русь Сидящая», был на связи с нашей студией. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.